Активное долголетие В конкурсе, известном всем с советских времен, по программе «А ну-ка, девушки» участвуют шесть команд. Позитив, соцветие, бабушки-ромашки и бабушки-ладушки, цветы и флоры. Первыми выступают рукодельницы. Успокоит нервы вам умение вязания, снимает стресс, давление и оптимизм внушает. Старинные умения здоровье улучшают. Рукодельницы презентовали себя и свои работы. Шали, броши, воротнички – в каждом изделии сохранилось тепло сердец мастериц и вдохновение, которым делится с ними руководитель творческой студии Надежда Николаевна Ханбекова. Некоторые виды рукоделия долголетие открывают для себя впервые. Учитывая то, что я никогда спицами не вязала, то уже прогресс большой. Мы накануне Нового года связали тигров, попробовали, очень даже понравилось, и всем, и внукам даже понравилось. Мой вообще в восторге, что бабушка такое произведение искусства сделала. Светлана Николаевна уже два года в клубе. Помимо кружка рукоделия посещает занятия ЛФК и нейропластики. Начала заниматься рисованием. В свои 62 она еще и работает, но старается успевать везде. О, это очень интересно, просто это вдохновляет, прям крылья вырастают, честно говоря, просто настолько это интересно, позитивные такие занятия. Коллектив у нас очень позитивный в долголетии. У нас практически нет людей негативных, и это просто, и руководители наши просто чудо. Участницы фестиваля играли на баяне и танцевали, пели песни и читали стихи. А еще подготовили настоящее представление с лесной нимфой, лешим и бабой-ягой. Где ты, милая, покажись? Я ждала тебя всю жизнь. Начала ждать, как была молодая. Также дамам предстояло поучаствовать в интеллектуальной викторине и других конкурсах, представить свои кулинарные шедевры. Выступление и достижение команд оценивало строгое жюри, а участницы получили заслуженные награды. Наталья Гончарова, Станислав Трифнов, телекомпания Одинцова.